Здравствуйте! В эфире новости импульса в студии Мария Федорчук. Вначале коротко о главных темах выпуска. Мы активно работали в регионах, в муниципалитетах, на местах. Общались, говорили с избирателями. Мы с вами знаем, насколько важен такой прямой заинтересованный диалог. Это важно для устойчивого и стабильного развития страны. Президент Владимир Путин внес предложение в программу «Единой России». Хорошая гамма, ярко. Зимой будет весело смотреть. Обновили от крыши до отмостки. В Новом Ирингое раньше срока завершается капитальный ремонт многоэтажек. Если мы сравним с тем, что было, где находились детские сады, лесная сказка и солнышко в данном случае, и тем, что будет сегодня, это качественный скачок. Было и стало. Председатель Ямальского артитерского комитета побывал в Северной сказке. Внести свои предложения, отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого и стабильного развития страны, для ее суверенитета, для безопасности наших граждан. Президент Владимир Путин принял участие во втором этапе 20-го съезда партии «Единая Россия». Глава государства отметил работу по формированию предвыборной программы. Благодаря прямому диалогу с людьми она стала действительно народной. Также президент внес свои предложения в программу партии. Это выплаты пенсионерам, в том числе и работающим, а также помощь военнослужащим, индексация пенсии выше инфляции и борьба с безработицей. Сейчас уровень безработицы в России около 5%. И она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения. Ему от этого ни жарко, ни холодно, все равно, чего мы там рассуждаем на эту тему. Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Есть уже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости. Адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. Жители практически всех регионов страны стали соавторами народной программы. От россиян поступило более 1 миллиона 600 тысяч предложений. Из них 20 тысяч инициатив внесли ямальцы. Это будет руководство к действию для всех представителей партии на ближайшие пять лет. Одна из стратегических задач, поставленных президентом, улучшение жилищных условий россиян. На Ямале переселение людей из ветских домов идет высокими темпами. По поручению главы региона к 2025 году планируется расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. По итогам года эту задачу выполнят на треть. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 35 семей с Красноселькупа получили ключи от новых квартир. Дома возвели в центральной части поселка в шаговой доступности от центральной площади «Дружба». Дворовая территория благоустроена комплексно. Там установлены лавочки, высаженные деревья и газоны. Есть игровые комплексы для малышей. Для подростков спортивная площадка для футбола и баскетбола. До середины сентября в Новом Уренгое планируют завершить капитальный ремонт 41 многоквартирного дома. В рамках программы там обновили фасады, кровлю, лифтовое оборудование. Подрядчики времени не теряют и сдают объекты раньше установленных сроков. Так уже готов дом номер 14 на Ленинградском проспекте. Закончен капитальный ремонт в доме номер 12 в микрорайоне Приозерный в Лимбияхе. Полина Шорохова с подробностями. В Новом Уренгое продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту жилых помещений. Вот, например, в доме на геологразведчиков 8А рабочие наносят последние штрихи по капитальному ремонту фасада. На самом деле я тоже не удержалась и решила внести свою лепту. Можно мне тоже попробовать? Пожалуйста. Отлично. Традиционные ямальские орнаменты яркий синий цвет украшают дома в этом дворе. Все они входят в план по капитальному ремонту фасадов. Часть из них обновили еще в прошлом году. Сейчас на очереди здания на геологразведчиков, а вот дом номер 14 на Ленинградском проспекте уже сдали. Причем раньше срока на полтора месяца. Работники подрядной организации полностью перекрасили дом, поменяли окна в подъездах, сделали отмостку и входные группы с гидроизоляцией. Сделали быстро, качественно. Вы сами видите, сейчас применили новые материалы, в частности, под сама покраска. Это финская краска текурила, дорогая, заложили нам ее еще, правда, в прошлом году. Эффект очень серьезный, очень интересный. Поэтому надеемся, что пять лет гарантийная, а нацит легко. Ремонт прошел все проверки контролирующих органов на полное соответствие стандартам. Но главные оценки работе строителей, конечно, выставят сами жители. Ну, здесь есть, так сказать, активная группа пенсионеров. Они все контролируют, все смотрят, так что спуску нам не давали. Остались довольны? Очень довольны. Хорошая гамма, ярко. Зимой будет весело смотреть. Она выше, чем в прошлой году. Главное поменять, это хорошо. Ремонт не мешал? Как вообще? Там все-таки заняты, ребята, в районе 58 подбирались, все помогли, все прочее. В 2021 году в газовой столице капитальным ремонтом обрадуют жителей 41 многоквартирного дома. В ближайшую неделю сотрудники Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса планируют принять еще несколько объектов, где производили замену лифтового оборудования, ремонт кровли и фасадов. 70% работ по всем объектам уже выполнены. Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, под чутким контролем строительного контроля, технического заказчика и непосредственно представителей фонда капитального ремонта. Кроме того, подрядные организации у нас уже имеют опыт, поэтому они знают о проблемах, а знают, как их решать, если эти проблемы возникают. Я думаю, что подрядчики справятся и вовремя завершат работу по капитальному ремонту общего имущества. В 2022 году капитальный ремонт предстоит 31 многоквартирному дому. Ознакомиться с планом работ на ближайшие годы можно на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе. Полина Шорохова, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». Новые просторные помещения, творческие мастерские, бассейн и соляная комната. Председатель Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич посетил детский сад «Северная сказка». Его возводили в рамках нацпроекта «Демография». Вместе с руководителем территориального управления Юлией Гарибовой Михаил Пацевич осмотрел дошкольное учреждение и оценил качество работ. Сейчас в детсаду идут последние приготовления. Осталось полностью расставить мебель и провести влажную уборку. На экскурсию по современным образовательным и воспитательным пространствам отправилась наша съемочная группа. Поблитное поле, сила, пульс, звук. Причем все необходимое там есть, вплоть до батареек. Достаешь и сразу можно проводить эксперименты. Воспитанникам нового детского сада «Северная сказка» точно понравится цифровая лаборатория на Ураша в стране Наурландии. Этот уникальный образовательный проект внедряют в дошкольных учреждениях с 2018 года. Дети в микрорайоне Карачаева научатся мерить температуру, силу и многое узнают о пульсе. Кабинеты экспериментальной деятельности – только часть экскурсии по новому детсаду. Следующая станция – соляная комната. Детки после перенесенного заболевания пришли сюда, с определенным интервалом походили, подышали, оздоровились. На севере все не помешают. Это не помешает и взрослым, и детям. Поэтому здесь мы будем приглашать не только детей из нашего детского сада, но и из других детских садов. А еще тут есть планетарий, бассейн, зал хореографии и физкультуры. И все это станет доступно малышам из Карачаева совсем скоро. «Северную сказку» откроют уже в сентябре. Настолько продуман проект детского сада, настолько здесь все функционально, настолько все гармонично, все предусмотрено для детей, для развития наших детей. Поэтому я не думаю, что остаются какие-то еще вопросы, именно каких-то масштабных, больших переделок. Что-то мелкое, конечно, в рабочем порядке это все устраняется, а в целом нет. В целом у нас замечательный проект, замечательный детский сад, и мы все ждем открытия с нетерпением. Детсад возводили в рамках нацпроекта «Демография». Он рассчитан на 240 детей, в том числе 80 мест для малышей до трех лет. Уже сейчас туда зачислено 217 карачаевцев. Это воспитанники детских садов «Солнышко» и «Лесная сказка». Дошкольные учреждения, которые до этого посещали юные жители района, уже обещали. Переездов в комфортные группы ждать осталось недолго. Это качественный скачок. Я думаю, что оценят по достоинству и педагоги, и родители, и сами ребята, конечно. Большие пространства, очень яркий, не оляпистый при этом дизайн. Много цветов, насыщенных, интересных, разные функциональные зоны, даже в рамках одного помещения. Просторные, причем и групповые, прогулочные веранды для каждой группы, что на севере очень актуально, потому что не всегда погода позволяет вывезти детей на улицу, на прогулку. Я думаю, что детям будет очень комфортно. Учтут и пожелания родителей. Возле детсада будет удобная парковка. С просьбой ее обустроить, жители района обращались к губернатору в рамках честного маршрута. Потому что, видите, вот эта территория, это территория детского сада. По сути дела, здесь ставят машины жители свои. Единственное, что охранник сюда никого не пускает, чтобы можно было подъехать к каким-то обслуживающим организациям. И вопросы у губернатора поднимали, что нет парковочных мест возле детского сада. Мы сейчас приняли решение, что возле детского сада у нас как раз есть такой небольшой пустырь. Мы его хотели сделать именно зеленой зоной, но мы сделаем именно парковочные машины места. В этом году в Новом Уренгое вводится пять детских садов. Созвездие и Ямал уже работают. Еще два откроют в Карачаево и один в микрорайоне строителей. Всего в округе в 2021 году в рамках проекта «Демография» распахнут свои двери 22 дошкольных учреждения. Алена Ядня, Богдан Жителю, служба новостей «Импульс». Впереди вторая часть выпуска. Оставайтесь с нами. Открытость ямальского губернатора получила высокую оценку. Честный маршрут вошел в пятерку лучших региональных практик. Спутник «Лайт» для людей в возрасте и время действия QR-кодов. Минздрав в очередной раз обновил временные методички по проведению вакцинации от ковида. Протестируют и помогут подобрать оптимальный вид спорта. Новый Уренгой присоединился к экспериментальному федеральному проекту. Дорогие новоуренгойцы, сегодня, в том числе и от нас с вами, зависит, насколько быстро закончится пандемия коронавируса. Я призываю вас носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать массового скопления людей. Поверьте, врачи сегодня делают все возможное, что от них зависит. Но и мы с вами можем помочь остановить эту заразу. Ямал въехал в пятерку лучших региональных практик. Ежегодное путешествие главы региона получило высокую оценку специалистов. К примеру, российская газета уже назвала честный маршрут народным. Заданный губернатором Ямала тренд на максимальную открытость оценили специалисты Экспертного института социальных исследований. Автомобильное путешествие по муниципалитетам попало в топ-5 еженедельного рейтинга. Ранее Ямал уже возглавлял этот список после принятия решения о выдаче чумового капитала. К другим темам новые методички от Минздрава отправились в регион. И в них есть свежие рекомендации по порядку проведения прививочной кампании против ковида. В частности, теперь людей старше 60 лет разрешили вакцинировать препаратом «Спутник Лайт». Его же рекомендуют тем, кто переболел коронавирусом. Кроме того, медицинским организациям нужно организовать индивидуальную работу с гражданами преклонного возраста. Изменилось и действие QR-кода. Для тех, у кого отрицательный результат ПЦР-теста, он действителен 72 часа для переболевших в течение 6 месяцев с даты выздоровления. Ямальские студенты могут рассчитывать на помощь округа. В регионе стартовал прием заявок на получение образовательной субсидии. Претендовать могут студенты вузов, те, кто осваивает программы бакалавриата и магистратуры. Отправить заявку могут студенты, относящиеся к льготным категориям и обучающиеся по специальностям, связанные с приоритетными отраслями экономики округа. Ее предоставят студентам-очникам, а также обучающимся по очно-заочной и заочной форме из числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Узнать, какой спорт подходит вашему ребенку, теперь возможно. Специальная система тестирования «Стань чемпионом» определяет предрасположенность мальчика или девочки к различным спортивным дисциплинам. Тестирование совершенно бесплатное. Проходить его могут дети от 6 до 12 лет. После необходимого комплекса процедур родителям выдается заключение, в котором подробно расписаны все сильные и слабые стороны в физическом развитии ребенка. В Новом Рингое тестирование проводится на базе Дворца спорта «Звездный». Юлия Шаркова с подробностями. Снять кардиограмму, проверить ритм сердца, давление и другие показатели. Эта процедура только на первый взгляд похожа на кардиологическое обследование. Юный Леонид проходит его в рамках тестирования «Стань чемпионом» для того, чтобы узнать, какой вид спорта ему подходит больше всего. Ритм сердца у него хорошее, частота сердцебиения тоже. Здесь все на компьютере показывало. Ребенок в хорошем состоянии. То есть в дальнейшем испытания может дальше проходить. «Стань чемпионом» – это федеральный проект. Он призван улучшить качество начального отбора спортивно одаренных детей. Из-за порой неправильно выбранного ребенком и его родителями спортивного направления в глобальном смысле страдает спортивный резерв страны. Дети, обучающиеся в секциях, им не подходящих по индивидуальным особенностям, впоследствии не показывают успешных результатов. А ведь всего лишь нужно выбрать свое направление. Данный комплекс «Стань чемпионом» реализуется у нас в трех муниципальных образованиях Ямалонийского автономного округа. Это город Надым, город Ноябрьск и город Новый Уренгой. Мы стали счастливыми обладателями этого комплекса. В 2021 году он был закуплен. Сейчас проходит тестирование на спортивных объектах города Новый Уренгой. В летний период использовался в детском саду «Непоседы», а также на пришкольной площадке школы «Земля родная». Сейчас во дворце спорта «Звездный» также планируется эксплуатация, тестирование в спортивных школах на начальном наборе. Наиболее важный возраст для определения дальнейших занятий – от 6 до 12 лет. Леониду 8. Он уже занимается футболом и общей физподготовкой. Однако родители все же решили, что пройти тестирование лишним не будет. Это очень интересное исследование, как паспорт спортсмена, паспорт ребенка к спорту. Мы будем знать о его минусах, о его плюсах. Как родителям это очень полезно. Больше всего интересуют конкретно минусы. Что мы сейчас не замечаем, как родители. Поэтому подождем и видим. Комплекс «Стань чемпионом» использует современное отечественное оборудование и уникальный алгоритм, учитывающий более 150 показателей состояния и развития организма ребенка. Исследуются психофизиологические и морфо-функциональные особенности уровня развития двигательных навыков человека. Очень часто родители довольствуются тем, что ребенок сказал, что хочет быть футболистом. И покупает дорогое модирование, записывает в секции, зачастую платные секции. Потом месяц проходит, пропадает интерес. Узнаю лично много таких примеров. И так можно менять без конца виды спорта. Здорово, замечательно, что сегодня появилось такое высокотехнологичное оборудование, федеральный экспериментальный проект. Тестирование проходит абсолютно бесплатно. Записаться на него может любой желающий на сайте sportchampions.ru. Сделать это можно также, обратившись в Центр развития физкультуры и спорта. Юлия Шаркова, Виктор Гитленко, служба новостей «Импульс». В завершении выпуска еще одна информация. Холода не страшны, когда есть теплая шуба. Ценители меха ждут в деловом центре «Ямал». Там работает выставка шуб от фабрики изделий «Ангелина Сэм». До 29 августа есть возможность сделать модную теплую покупку, да еще и по выгодной цене. Подробности далее. На ярмарке шуб пятигорской фабрики «Ангелина Сэм» любая представительница прекрасного пола сможет выбрать себе модель по душе. Широкий ассортимент. Более трех тысяч моделей из натурального меха премиум-класса. Среди них изделия из норки, мутона, песца, куницы, каракуля, нутрии, овчины, лисы, бобра и керли. Фасоны также представлены на любой вкус. Длинные шубки согреют самые лютые морозы. Укороченные выбирают дамы активные. Ну а короткую модель особенно полюбили автоледи. Мы приезжаем в Новый Гой не в первый раз. В этом году мы привезли новую коллекцию 2021-2022 года. Это будет мех керли. Это новая модель. Новая модель из меха мутона. Размерный ряд тоже широкий. От 38 до 70. Дополнить образ можно аксессуарами из натурального меха. Например, модным головным убором, палантином, рукавицами или сумкой. Каждое изделие чипировано и сертифицировано. Да и сам производитель гарантирует качество. У нас изобилие мехов, цветов, моделей. Можно найти все. Также у нас есть индивидуальный подшип в подзаказ. Ждем всех наших новых клиентов и постоянно. Приобрести шубу можно выгодно со скидкой до 70% за наличный или безналичный расчет. На месте можно оформить рассрочку на три года без первоначального взноса. Выставка развернулась на первом этаже делового центра «Ямал» и работает ежедневно без перерывов и выходных с 10 утра до 8 вечера. Успейте купить шубу своей мечты до 29 августа. Алена Ядня, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс». А у меня на этом все. Для вас работали Мария Федорчук и журналисты «Импульса». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова